Клянусь свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь, выполнять уставы и приказы начальников, высоко нести честь и достоинство работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, защищать жизнь и здоровье людей, территорию Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера. Обязуюсь быть мужественным, честным и самоотверженным. Старшина внутренней службы Валерий Степанюк, если и волнуется, произнося слова клятвы, то окружающим это едва ли заметно. Как и положено, представителю такой серьезной профессии молодой человек умеет взять под контроль эмоции и чувства. Признается, что выбор свой сделал не так давно, после службы в армии, однако уверен в его правильности. В доказательство приводит тот факт, что хотел бы быть основателем новой для своей семьи династии спасателей и уже знает, какие доводы в пользу такой службы нужно привести. Наверное, благородное дело. Не каждый, наверное, согласится пойти. Некоторые будут бояться, некоторые просто захотят другой жизни. Сегодня впервые в истории областного управления МЧС церемония принятия присяги прошла на священной земле Брестской крепости. Начальник управления Константин Шершунович уверен, что такая хорошая инициатива обязательно должна быть продолжена и в будущем. Подвиг солдат Великой Отечественной войны – пример того, как человек может любить свою родину. Должен стать настоящим ориентиром для каждого нового поколения спасателей. Только здесь, где священная земля, где пример мужества, отваги, защитников Отечества, он же должен всегда быть в наших сердцах. И мы это чувство должны передавать молодому поколению, потому что работник органов и подразделений, он каждый день, по сути говоря, в бою. Любое чрезвычайное происшествие, любой пожар, независимо от места его происхождения и размеров – это всегда стражение. Это защита жизни и здоровья наших граждан. Сегодня поздравления в адрес новобранцев звучали не только из уст представителей областной службы спасения. Поддержать своих братьев, сыновей и мужей приехали родные и близкие. Важные слова на путстве с высоты своего многолетнего опыта службы в рядах спасателей пожарных произносили ветераны. Естественно, мне хотелось бы сказать, поскольку это молодые люди, которые только пришли в МЧС и еще не знают тонкости этой профессии, сказать, что она очень нужна людям, что она служит и спасению жизни, и их имущество, и не только от пожаров, но и различных других катастроф. Поэтому мне хотелось бы пожелать им доброго пути в выбранной профессии, хороших успехов, здоровья до конца своей службы. Теперь, наверное, мы уже будем спать спокойно, защитник у нас есть. Ну, пожелать, чтобы все у него было хорошо, чтобы защищал всех. Пожелать только, наверное, стоит удачи. Спасатель – это не просто профессия или работа. Как бы пафосно ни звучали эти слова, но служба в МЧС – это настоящее призвание. Однажды выбрав свой путь, человек очень редко меняет курс, посвятив всю свою жизнь спасению жизней других. А для этого необходимо не одно или два определенных качества, а целый набор характеристик. Не последнее место, в котором занимаются страдания, человечность и самоотверженность. Наверное, поэтому МЧС – не просто структура с громким названием, а настоящее нерушимое братство, где служат только настоящие мужчины и невероятные женщины с большой буквы.